Российская Федерация открыта к диалогу по двусторонним отношениям с Молдовой, но западные партнеры всеми силами мешают руководству страны налаживать с Кремлем конструктивное сотрудничество, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров. И с ним согласен экс-президент Игорь Дадон, который считает, что власти могли бы воспользоваться возможностью уладить газовый кризис на саммите глав государства СНГ, который сейчас проходит в Минске. Наталья Гаврилица накануне подтвердила, что примет участие в Минском форуме. Глава Кабмина не уточнила, полетит она в Минск или ограничится онлайн-участием. А вот глава российского МИДа говорит, что Москва открыта для общения. Жаль, что Кишиневу не дают этого сделать. Госпожа Санду неоднократно в своих публичных выступлениях упоминала свое желание иметь нормальные отношения, взаимовыгодные отношения с Российской Федерацией. Кстати, за это ее некоторые западные представители даже упрекать начали, зачем она подобного рода делает ответвление в своей внешней политике и почему она не хочет твердо сконцентрироваться на движении в Евросоюз. Так что, наверное, здесь есть еще и факторы опять очередного вмешательства внутренних дел со стороны тех же Соединенных Штатов и Брюсселя. Но мы к контактам готовы. Конечно, их нужно хорошо подготовить. Могу вам сказать, что Нику Папеску, министра иностранных дел Молдовы, приедет в Российскую Федерацию в следующем месяце. Мы тогда, наверное, подробно обсудим весь спектр наших отношений. Наши журналисты пытались выяснить в администрации президента, почему глава государства не участвует в работе Минского саммита и как оценивает президентура заявления Сергея Лаврова. Но пресс-службы ведомства не ответили на наши звонки и сообщения.